привет 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 мои хорошие мои хорошие здравствуйте уделивая сообщение здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои замечательные привет мои великолепные мои самые любимые друзья недавно о вас думала вот лежала ночью засыпала думала о вас и думаю блин я же просто могу крикнуть привет олимпийский привет кашаев спасибо сразу началось комплиментов боже мой какой замечательный эфир о дорогая моя привет милая санечка санечка жди меня завтра я тебя поцелую жалко конечности погнило нет конечно я сильно расстроила и поэтом вообще страдаешь да сейчас он придет в норму этот весь эфир он как обычно сначала он типа плохо потом она устанавливается единение как бы сами понимаете вот поэтому саня жди меня я приеду буду вас я короче нашла какую-то приколюху типа point up кажется называется вот я думала может быть завтра туда стартануть короче кто не знает я уезжаю в портофина вот у меня сегодня вот весь день настроение просто знаете вот вы же ну типа кто меня что я камаю обманываю меня уже давно знаете и в общем у меня есть загону знаете там настроение француженка слушаешь французскую музыку надеваешь себе берете красные губы французские ты вроде как в париже вот два настроения а боже я такая нежная наденусь во все пастельные буду самой милой девушкой на свете просто ангел во плоти а бывают настроения вот как сегодня сяду в машину поеду по серпантину к морю красиво встречаемся в портофина вот сегодня именно такой ситуации надела шляпу очки почти солнечные ну как бы чтобы солнечные надевать думаешь как бы и эти в принципе сойдут чего греха таить вот и такая прямо идешься роскошная у тебя платье легкая она развивается на ветру как бы мороз на улице это никого не волнует но у тебя развивается платье по ветру ты идешь в очках у тебя нюдовая помада на губах и просто такая вся в шляпе волосы там в метро едешь тебя шляпа слетая думаешь боже мой просто как бы спасибо да если мне как покрасилась снова стал очень посвежее чтоб моложе привет кабан вот понимаете да вот этот морской бриз обдувает гор я конечно вышла на улицу указал что нихрена не портофина как бы а зимний санкт-петербург с ветрами сильными как понимать слава богу дождя нет и снежочек вроде не так сильно капал но как бы понимать да пол пола беды что кашаю хватит все в порядке у меня просто настроение портофина вот в общем то на самом деле я правда сегодня ночью уезжаю но не в портофина хотя кого я обману да еду в портофина я еду в портофина мне похрену я сегодня очень уезжаю в портофина а вот макияж да спасибо это тоже навела спортафина понимаете итальянский шик роскошь бутиков да вот сегодня такая вот я жанна фриск немножко нет не в плане что умерла в плане что как бы портофина все блять все я в портофина блять клянусь это просто у меня сегодня просто хэштег дня блять уехала в портофина ждите вернусь не скоро приветик 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 он пристаньте когда-то дающиеся не волосы постригла память то что покрасилась в общем тонюх все не дело из меня снова фреш леди на светленькая снова блондинчик такая типа аааа типа прям просто нас этим ей в рот от милоты в одессу она уезжает это инсайдерская информация если бы в одессу кашаев мечтаю снова в киев попасть хочу в киев и в одессу мама бы тоже с удовольствием съездила там есть офигенный клуб в смысле не начал клуб а клуб пляжный что там одесса бич клаб хэштег люхаре виллаж вот хочу как бы вон туда одесса люхаре виллаж но там пока холодно я думаю в одессе поэтому подождем до одессу до лета если нас в связи с политической ситуацией будут да вообще пускать как бы да пока что поеду в портофина господи сегодня уезжаю верю я принять я настолько просто приду на сегодня спорту что даже пойду на тренировку да макияж просто уже само утро не стала его смывать думаю буду сегодня красивой заниматься с новой с новым покрасным волосом с макияжем формата портофина даже старый лосины наделок чтобы понимали просто уровень в портофина да сильно позанимаюсь приеду домой соберу вещи и уёбан уёбан индейбит тыс 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 а пасиба дрема и прийти кипсалетики дороги чего птичьи 1 дешево но меня там а ждут мне там ждут меня там ждут спасибо дальше ведь волос потому что не уложил метанюх их я же волосы основном не укладываю их даже не сушу более того как бы просто беру такая и как бы собрала волосы и пошла поэтому все в порядке кстати напомните мне когда будет 20 минут ну 18 20 напомните мне пожалуйста чтобы я сделала уёбан индейбитом насколько еду а вот не знаю кстати вот насколько еду вообще мне пофигу если настроение охренительно я решила что буду говорить да и я говорю да и поэтому я еду портофином что люди пишут на свет нахер что мы встречаемся не знаю каба мне тоже такой хрень пишут зачем еду потому что захотелось мне эти 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 просто когда по кому-то очень скучаю что мне кажется можно поехать на край света да спасибо а еще если олег сказал ну типа он кто знает олег то знает но мы наш друг ну вот короче мне сказал что я короче кладу историю боже мой маша меня слепит от твоих белоснежных зубов я говорю о просто рубли сегодня одни комплименты я только и слышу я пришла короче студия осипова что они ухитаны типа наши знакомые друзья они мне все они мы же давно не виделся ими все будет же может как ты похудела бы какая красотка поцелую оближу я такая думаю боже мой не просто день роскоши я же говорю как только подумайте об италии ваша жизнь сама превратится в сплошную италию сразу захотите пить роскошное вино есть сыр а закусывать оливкой как бы понимаете просто вот но он тренировку я доски не формате портофина как бы свитшоте в лосиночках все начинаете на свои огромные луноходы розовые с блестюшками белую куртку чтобы я была просто облачком юбочки на каблуках сумочкой как тебе надо подкатить надо подумать сейчас не сболтнуть бы лишнего сливки с вишнию наглости мои простишь ли мне вот так спасибо боже мой а миссия слушай мухаммада дахмат я тебе сейчас не знаю но а миссию ту бурую да хочу есть хочу историю про мальчика вонючку чесночную мальчик вонючка это вообще нечто нет поле не работает 8 побольше человек миссию да лонг что лонг как лонг да и покрасил не станюха если снова вы ри бьюрифл знаете типа я говорю танюх я хочу чтобы я была ай вонки чтобы на меня смотрели мужики такие ай вонки а потом когда зайти вот сначала корни осветляют я говорю станет уверен что это ай вонки по моему то похоже i don't want you ну как-то так тем не менее все нормально лонг она моя блонда да в итоге моя фичка превратил меня просто блять звезду а твоя мама дэра да 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 мама сендера я сегодня дико страдала посмотрел моей истории тут поймет что я просто чуть не повесилась на стену потому что я короче вчера была долго у олега в итоге я прихожу домой наверно было время час прихожу домой думаю так надо маме и наутро цветов заказать чтобы она проснулась такая ей 8 утра букет цветов ее любимых и лилий вот и что вы думаете я захожу на все сайты доставки саратов там круглосуточная доставка цветов лилий пожалуйста можно как бы на минуточку смотрю букет из лилий 8400 думаю ага дороговатенько нынче цветочки обходят на эти 8400 как бы можно и духе охранительные купить думаю ладно посмотри куя еще нашла лилии подешевше там что-то лилии одна формата там что-то 350 рублей думаю замечательно возьму там лилии сколько там 13 говорю сойдет ага звоню говорю слушайте у вас есть лилии мне надо к восьми утра как бы доставить лилии они говорят ой извините у нас нет в наличии я говорю а сорян лилии же такие просто эксклюзивные цветы думаю окей звоню дальше нашла тоже какие-то лилии подешевше тоже форматом 400 рублей замечательно короче звоню говорю слушайте мне надо к восьми часам доставить к маме утром букет из белых лилий не могли бы пожалуйста это сделать а не значит что говорит доставка только с 11 утра до 7 вечера я говорю извините как раз в это время моя мама работает в итоге я провозилась с этим поиском просто с поиском цветов для матери просто я сделать два часа вот так вот в интернете тупо кликала все доставки цветов которые есть саратове везде там эти розы розы акции роза вот это вот короче миллион этих акций я просто сижу и понимаю что моя мама любит эти ссаны и лилии а их либо нет либо они стоят просто каких-то нереальных денег хотя непонятно за что там принципе композиции цветов не супер вал просто симпатичная и в итоге эти лилии как бы это к этому слушай мама не могла бы ты просто полюбить розы неожиданно вот как бы взять и полюбить розы в итоге поняла что у нас семейная потому что я люблю пионы но в плане того что это тоже очень редкие цветы и когда мне мужчины хотят делать приятные подарки не пионы они их тоже не мог найти потому что пионы продают столько весной и все на этом сезон пионов закончился либо они тоже есть где-то где-то за по заоблачным ценам и как бы очень сложно найти эти пионы а с доставкой пион так это вообще до свидания я вообще не знаю если доставка пионов вне рабочее их время в итоге я поняла что я моему мужику будет со мной сложно в плане того чтобы не дарить цветы потому что я люблю пионы белый пион так это вообще просто на вес золота не наверное белый пион дарили дарили раза два в жизни а в основном только розовые там фиолетовики вот такие вот они тоже красивые конечно я люблю очень белые пионы и в итоге блять а моя мама любит эти лилии как бы лилии они вроде всегда есть но как оказалось не всегда особенно в саратов я просто не понимаю что до саратова не доходят лилии или что только у них в этих теплицах выращивают только розы 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 и какие-то всякие гибискусы вот эти вот непонятные мне короче это просто хэштег прости мам хэштега люблю целую с днем рождения ты вечно молодая тебе всего лишь 22 умножить на 2 как бы так вот такая рамочная история обо мне и утренних цветах для мамы в итоге я думаю может просто есть кину денег и на этом хватит и так слишком много излишков как у вас дела как у вас дела вот я как бы сказал вам что цветы для в саратове достать очень сложно там можно поставить типа цветы ты вот их заказал ты забираешь букеты привозишь там непосредственно к маме но я-то не в саратове как бы объясните доставку понимаете прикиньте даже смотрел короче нашла тоже букет то что-то с лилиями там типа шоколадковые выигрывали что мамы там мамочки там любимые вот это все параша который любит и моя мама вот и а там тоже тоже так говорят приезжайте забирайте приезжайте забирайте и отведите как бы и композиции бы готовы к утру игры супер что вам дарила бабу скинула через 22 ну да да как бы вот попросил бы друга когда у меня же друзья как раз все фрилансеры все свободные все учатся если наподобно у меня прям друзья либо учится в универе а либо они уже закончили и работают а работать как вы понимаете тоже такое время у нас рад это вообще завал чтобы понимали там просто армагеддон там снега столько что просто как бы туши свет и я думаю чтобы доехать до маминой жопы в саратове но хотя не совсем живет но это же так далековатенько им понадобится просто часов пять потому что там снегопад а вы знаете снегопад короче в саратове пробки уже недели две три месяц в саратове пробки уже месяц и там как бы все всегда стоят независимости от времени дня недели просто все стоят потому что снег выпал как бы государство говорит пока у вас же зима зачем чистить снег все равно скоро лето все растает замечательные люди обожаю one love как начать собирать вещи уезжать через три дня вообще не знаю что взять алина ты куда собралась девятнадцать двадцать да отлично мне кажется мне пора выезжать микрозелень нет нет я сейчас питаюсь по кругу фуду только все спасибо за девятнадцать двадцать сейчас прям вот еще пять минуточек вот пять минуточек и все с вами поболтаю и сделаю адиус тренировочку правда что у меня сил особо нет мне кажется может нить нет надо и пробки 10 баллов да просто понимаете одно дело вот например питере тоже час пробки но они как бы определенное время в час пика ну это как бы нормальное явление типа снег в пробке час пик нормально но когда в саратове пробки уже месяц что понимали каждый божий день по 10 по 12 баллов там просто космически нереальные цифры круглые сутки круглые мотивы сутки вот и как называют и в итоге что хотел сказать а там нет отдельных типа дорога для транспорта но типа отдельной полосы для транспорта потому что саратов он вообще особенный город зачем отдельная дорога для транспорта и такси если есть общее почему бы все вместе не постоять в пробках и машинам и автобусам и людям все в одной пробке просто жопа мира саратов привет я тебя люблю сидим красим ногти ржом пролили передай кошечки привет какой именно кошечки чуток снега отправить дагестан можешь если я тогда отправлю чуток снега мне кажется я просто стану самой богатой девушкой в своем возрасте потому что если отправлю снег из саратова туда то просто вам мне кажется не то что дагестан можно весь укрепить мне кажется можно и дагестан и блять половину россии укутать этим снегом Не говори больше о Саратовском пробке. Марин, да, ты меня вдохновила этим пепцом. Кстати, есть несколько раз, заткнись. Ну, Марин, я просто, чтобы ты понимала, ты не одна такая, вот, на кого я подписана из Саратова. У меня там все страдают, все вечно в этих пробках. У меня девка, короче, знакомая, снимает историю, где она выходит из подъезда, ее просто сносит снегом. У нее все просто белоснежное, она просто у нее лицо вот такое, типа, на нее задувает. Это, конечно, вообще полный трындец. Вот. Да, мне нравится моя дырка в зубах. Если кто-то едет в Вьетнам, не надо ехать в район Фахтехт. Там очень грязно. Но я как раз собиралась в Вьетнам. Я, вообще-то, в Портофино уезжаю. Алло! Как бы, да. Речь вообще, как бы, обо всем. Так, 22 минуты, оговорите. 22. Еще три минутки посижу. Ну, ладно. Не хочу просто от вас уходить. Мне просто лень, я чуть-чуть не выспалась. Рано поехала к Танюхе на покраску. Она хотя бы выходит из подъезда. Да, некоторые. Я слышала, что там, типа, дверь невозможно тоже открыть. Мне, типа, мама тоже говорит, что там вообще просто лютая дичь в Саратове. Что у вас там и пробки этими месяцами. И что снегом завалило настолько, что можно просто, я не знаю, купаться в нем. Можно даже экономить на воде просто в доме. Можно снег собирать лопатой, в ванну, там, подогреть. И вообще просто шик-блеск. Как бы, чтобы вы понимали. А в Вьетнаме дальше оттуда никуда не поеду. А, ты в Вьетнам, что ли, да, собираешься? О, господи. А что там в Вьетнаме сейчас вообще? Там какая ситуация? Я не знаю. Я просто знаю, что у меня ассоциация с Вьетнамом только в Вьетнамке. Ну, типа, сланцы. Все. В Клинцах не было. Там тоже плохо все. Но я просто посмотрела тоже у всяких саратских ребят, что там происходит в Саратове. Там в натуре просто капец. Мне кажется, там скоро крыша провалится от количества снега. Саратов вообще жопа с погодой. Чисто пешим быстрее ходить, чем куда-то доехать. Ну, я представляю. Потому что все выкладывают эти пробки десятибальные в Саратове. Думаешь, алло, как бы что? Да, короче, это прям капец. Да, хорошо, сохраню фиг. Саратове просто жопа. Саратове, Смоленске, все города на боку овец замело гребными сугробами. С Саратов, Смоленске, Самаресе, сугробы. Спасибо. Точнее, когда идут в Австралию на месяц отдохнуть, а я ломаюсь, как типичная девушка. Вот больная, господи. Хотя в Австралии там вообще как бы... Как ее называют? Там тепло? Перекинь волосы к лицу, посмотри. Слушай, Крапушевская, ты феечка, хорош. Куда мне их перекинуть? Сейчас многие в Вьетнаме идут. А что там вы в Вьетнаме? Нет у нее парня. Это что, оскорбление? Нет у нее парня. Типа, я не заслужила или что? Как бы на минуточку. Может быть и заслужила. Просто не нашла достойного. Так, короче, все, время уже 23 минуты. Я побежала на тренировку. В общем, всех целую, обнимаю. Это была небольшая вечерняя бомбежка. Итак, немножко информативности про Саратов и другие города на С. Передаю привет всем городам на С. Желаю вам терпения, сил. А мой Санкт-Петербург тоже на букву С. Прекрасно себя чувствует, комфортно, тепло. А в Портофино мне будет вообще замечательно. Поэтому обожаю and целую. Некрасиво сделаю.